Итак, для тех, кто начинает или уже практикует аюрведу, вы все знаете, что с точки зрения аюрведы у каждого из нас есть конституция, конституция, с которой мы родились, называется прокрити, и конституция, которая меняется ежедневно, ежеминутно, в зависимости от того, чем и как мы занимаемся. Потому что заниматься йогой недостаточно, нужно внимательно и правильно заниматься йогой согласно своей конституции. И поэтому очень часто, так как я общаюсь с большим количеством людей, преподавателей йоги, у практикующих йогу бывают некоторые травмы, бывают болезни. Многие изначально приходят к йоге для того, чтобы поправить свое здоровье, а получается немножко иногда по-другому. В Российском университете дружбы народов еще в 17-18 годах было сделано исследование, влияние йоги на здоровый образ жизни, я как раз возглавлял это исследование, которое было посвящено, как различные упражнения влияют на нервную систему, влияют на желудочно-кишечный тракт и на другие системы организма. Итак, с точки зрения аюрведы, у каждого из нас присутствует три основных элемента. Это элемент вата, вата-доши, это элемент воздуха, который связан с нервной системой, с движением, с возрастом его становится больше, поэтому тело становится более жесткое. В самом начале его очень много, поэтому дети очень часто бывают такие суперподвижные, потому что у них очень много ваты. И качество ваты, оно связано в первую очередь с сухостью, поэтому у каждого из нас, допустим, зимой, когда ваты больше, очень часто сохнет кожа. Качество ваты связано с легкостью, и поэтому, когда люди вата-конституции очень много занимаются дыхательными практиками, допустим, пранаямы, если из кундалини-йоги, или йогой, которая направлена на выносливость, аштанга виньяса, или же, в принципе, занимаются какими-то практиками, связанные с дыханием через чакры, очень часто у них меняется психика или могут возникать проблемы с нервной системой. Качество ваты также является быстрота. То есть люди вата-конституции обычно очень быстро все начинают, но редко доводят до конца. Это такое присущее качество. И поэтому для людей вата-конституции свойственно менять различные практики, увлекаться различными новыми идеями, начинать очень многое, но, в принципе, не доводить ничего до конца. И поэтому для людей ваты обычно очень важна стабильная практика, которая заземляет. Заземляет, то есть пранаяма очень нужна, но ее не должно быть очень много. Очень нужна активная практика, потому что люди вата не очень выносливы. И очень важная практика для людей вата-конституции направлена на нервную систему и на улучшение качества сна. Потому что люди вата-конституции обычно у них в первую очередь проблемы с нервной системой, со сном. Им очень сложно сосредоточиться, расслабиться, очень сложно обрести глубокий сон. И у людей вата-конституции также есть проблемы с пищеварением. Это может быть не очень хорошее переваривание пищи, большое количество вздутия, газообразования. Пища может быть... Могут быть различные пищевые аллергии. И в том числе аппетит может быть иногда очень сильный, а иногда может пропадать. Для людей вата-конституции заниматься йогой очень хорошо. Но очень важна эта регулярная практика. Хотя бы по 15, по 20, а то и больше минут. Для того, чтобы научиться концентрироваться, научиться медитировать. Ну и, конечно же, научиться быть внутренне спокойным человеком. Потому что люди вата-конституции имеют обычно огромное количество мыслей. Постоянно беспокоятся. У них постоянно ощущение того, что они, может быть, что-то не успели сделать. Или сделали слишком много. Но всегда они к чему-то стремятся без причины. Иногда не понимая, какова цель их действия. И поэтому для людей вата-конституции очень важно делать йогу, которая не направлена на интенсивность. То есть не очень сильные интенсивные упражнения. Как я уже говорил, 15, максимум 45 минут в день. И, конечно же, немножко йогические практики, связанные с дыханием. Люди вата-конституции, если они ведут здоровый образ жизни, они обычно, если они чистятся, то это не очень хорошо для здоровья. Кстати, для владельцев ВИП-пакета у нас бесплатный курс от моей школы по очищению. И как раз для людей вата-конституции там такое очищение, которое подходит, это очищение на монодиете. И, конечно же, для людей вата-конституции, так как с возрастом появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а те люди вата-конституции, которые занимаются йогой слишком много, у них обычно начинают хрустеть суставы во время практики. У кого есть хруст или жесткость суставов во время практики? Это как раз, когда вата-доша увеличивается в опорно-двигательном аппарате. Что можно с этим сделать? В первую очередь в аюрведе, вы, наверное, многие из вас слышали, есть такое понятие, как промасливание. Есть профессиональный массаж, когда вы идете в аюрведический центр какой-то, и вам делают абьянгу. А есть самомассаж. И поэтому, с точки зрения аюрведы, для того, чтобы улучшить свою практику в йоге, для того, чтобы ваши мышцы стали более мягкими, эластичными, очень важно делать регулярный самомассаж теплым маслом. Его можно делать перед практикой йоги, его можно делать в течение дня, можно делать на ночь. То есть много различных вариантов. И тогда ваши мышцы будут очень хорошо гнут, ну, то есть растягиваться. Вы не будете травмировать суставы, и вот этот хруст из суставов, мышц, он уйдет. И также для людей ватоконституции, если вы хотите убрать вот этот хруст и жесткость в суставах, очень важно не питаться в сухомятку, потому что я уже вначале говорил, что одно из качеств, присущие людям ватоконституции, это сухость. Когда вы едите очень много сухой еды, сухость в теле увеличивается. Вата-доша, она преобладает в основном у людей после 50. Но когда мы занимаемся, то есть, допустим, когда мы едим очень много сухой пищи, или когда мы занимаемся очень интенсивной практикой, когда мы не высыпаемся, потому что многие, кто занимаются йогой, ложатся в 10, встают в 3 утра для того, чтобы повторять мантры, медитировать, это неправильно, потому что в айрведе очень важно это качество сна. Сон для того, чтобы ваше тело было здоровым, необходим на протяжении 7-8 часов для взрослого человека. У ребенка это может быть больше, у человека после 60 он может быть немножко меньше, это нормально, это как раз проявление вата-доши. Поэтому сон очень важен, принципы здорового питания, по крайней мере, не питание в сухомятку и не очень большое количество тонизирующих набитков для ваты тоже важно. В айрведе йога и пранаяма при дисбалансе вата используются для решения различных проблем, связанных с нервной системой, но не психиатрических заболеваний. То есть это немножко разное. Поэтому, когда у человека есть различные синдромы, которые связаны, допустим, с возрастом, деменцией, паркинсона, проблема с памятью, концентрация, которая может возникнуть у человека в любом возрасте, то с точки зрения айрведы рекомендуется как раз дыхательные упражнения, рекомендуется промасливание, рекомендуется питание с небольшим количеством маслянистости, то есть это может быть растительные какие-то масла, и также правильный глубокий сон. Поэтому перед тем, как вы начинаете заниматься интенсивной практикой, проверьте качество вашего сна, потому что йога и ее эффект, достижение какого-то эффекта без правильного 7-8-часового сна практически невозможны. Следующая конституция – это люди-пита-конституции. Пита переводится, можно перевести санскрита как «огонь». Это в основном люди такой более теплой натуры, более горячие по сравнению с людьми вата-конституции. К примеру, у людей вата-конституции всегда проблема с циркуляцией, и очень часто холодные руки и ноги. У людей-питы в основном им всегда жарко. Как раз если у вас есть партнер, от которого вы всегда греетесь, значит он или она – пита-конституции. Но, с другой стороны, люди-пита-конституции, они свойственны к достижению каких-то целей, поэтому если они занимаются йогой, то это интенсивная йога, на которой вы очень сильно потеете. Это может быть много йоги, 2-3 часа. Очень часто преподаватели йоги, они в основном люди пита-конституции, потому что управлять каким-то количеством людей невозможно без пита-доши. Пита связана с метаболизмом, с пищеварением. Она связана с правильным огнем пищеварения и огнем формирования различных тканей. И поэтому для человека пита-конституции очень важно заниматься спортом, в первую очередь. Но в основном люди пита-конституции, они и занимаются спортом. То есть, если вы смотрите футбол, бокс, это всегда люди пита, потому что человек в ад никогда не будет драться на ринге и бить кому-то морду. Это в основном люди пита-конституции, они любят чего-то достигать. Но также люди пита-конституции, когда пита выходит из баланса, у них часто появляются прыщи, высыпания, аллергии, изжога, проблемы с жидким стулом, ну и, конечно же, раздражение. Люди пита-конституции очень свойственны раздражаться эмоционально. Хорошо, когда этот человек все выплескивает, потому что если он накапливает внутри, у него возникают различные проблемы, связанные с его психикой, связанные с нервной системой, ну и, конечно же, связанные с опорно-двигательным аппаратом в том числе. Для людей питы очень хорошо заниматься различными практиками, любым спортом, интенсивной йогой, для того, чтобы в момент занятия как раз выплескивать. И для многих людей пита-конституции упражнения как раз являются таким лекарством, через которое они выплескивают негатив и становятся более спокойны. Поэтому если у вас партнер пита-конституции, очень хорошо, чтобы он или она занимались спортом. И, конечно же, люди пита-конституции, для них любой вид практики, то есть большое количество дыхательных упражнений, большое количество различных растяжек, сложных упражнений, это все подходит, потому что обычно у них более крепкое тело по сравнению с людьми в ато-конституции. Люди в ато-конституции, сколько бы они ни занимались, они никогда не смогут нарастить мышцы, никогда не смогут увеличить свой жизненный тонус, им нужно постоянно, постоянно заниматься практикой. Люди пита, они могут периодически бросать упражнения, периодически опять начинать, у них все хорошо с физической формой. И последняя группа – это люди капха-конституции. Это люди, которые обычно склонны к накоплению жидкости. Люди, которые часто борются с весом, испытывают различные диеты, потому что если у них проблема с метаболизмом, что бы они ни съели, они всегда накапливают вес, накапливают его очень много, накапливают очень много жидкости. Это те люди, которые любят шавасану и любят заниматься нидрой йогой, потому что это все то, когда не нужно никуда ходить. И каждый из нас на самом деле в процессе жизни может приобрести эту конституцию, так как есть конституция, которая меняется каждый день, когда мы начинаем, допустим, есть на ночь очень много, или когда мы начинаем есть очень много молочных или кисломолочных продуктов и очень много холодного. Люди, в основном, у которых есть астма, или люди, у которых большое количество слизи в организме, из-за хронических танзелитов, фарингитов, ларингитов, они склонны к накоплению веса, со временем они становятся склонны к накоплению веса, и, конечно же, у них замедленный метаболизм. Это те люди, которые могут есть один раз в день, и для них это будет нормально как раз. Дорогие посетители, давайте вместе позаботимся о старших поколениях и всех тех, кто находится в зоне риска и издали высокой активности. Носите маску, моете почаще руки и соблюдайте социальную дистанцию. Отсутствие средств защиты может повлечь административную ответственность. Кстати, почему у пожилых людей очень важно иммунитет более слабый, потому что после 50 вата доши увеличивается, и у людей становится автоматически более слабый иммунитет. Поэтому для человека, чтобы вата-конституции, пита-конституции, для того, чтобы поднять немножко иммунитет, очень важно дыхательное упражнение пранаяма. Итак, люди-капхи-конституции. Для них любой вид йоги, он в принципе сложен. Не столько физически, сколько ментально, потому что люди-капхи-конституции особо не любят двигаться. И когда у нас преобладают такие мысли, которые называются в основном, такая группа мыслей, которая называется лень, это относится как раз к капхе. У каждого из нас периодически возникает такая мысль, это же нормально. Нужно ли с этим бороться, не знаю, но тем не менее капха необходима для каждого человека, для того, чтобы у нас была заземленность. Чем больше у человека капхи, тем больше у него и здоровее суставы, тем крепче суставы, тем крепче опорно-двигательный аппарат. Поэтому, когда у человека преобладает вата-доша, почему рекомендуется делать промасливание, почему рекомендуется питаться теплой, маслянистой пищей, для того, чтобы увеличивать капху. А для людей капхи-конституции очень важно есть побольше сухого. Поэтому, когда вы едите в сухомятку, различные печеньки, веганские или не веганские, неважно, позаботьтесь о том, что у вас именно капхи-конституция, что вы хотите поработать со своим объемом, весом и метаболизмом. Так как у людей капхи-конституции очень медленный метаболизм, они могут есть один раз в день, а некоторые раз в несколько дней, это как раз те люди, которые занимаются праноедением. Есть ли такие люди праноеды или нет? Это вопрос относительный. Другой вопрос, насколько у этого человека, который занимается праноедением, здоровое пищеварение. Потому что, если у вас медленное пищеварение, значит, с точки зрения айрведы, по крайней мере, что-то идет не так в организме. И так как все эти три конституции смешаны у нас в организме, когда-то преобладает вата, когда-то преобладает пита, когда-то преобладает капха, очень важно, чтобы любые практики, связанные с нашим телом, к примеру, так как мы на йога-дне, йогой, они были бы более-менее стабильны. С точки зрения айрведы, не рекомендуется заниматься в день по два, по три часа, будь то йогой, будь то какими-то другими физическими упражнениями, потому что это не всегда полезно, так как у нас постоянно меняется конституция. И, конечно же, для такой начальной практики необходимо понимать свою конституцию, необходимо понимать, какое количество практики вам нужно, и необходимо чувствовать, как практика влияет именно на вас. Люди капхи-конституции, для них очень хорошо заниматься более часа, потому что они как раз улучшают метаболизм, сжигают жиры, укрепляют свое тело, ну и, конечно же, обретают такую внутреннюю гармонию. Также, с точки зрения айрведы, есть такие понятия, как сатва, раджас и тамас. Кто не слышал о таких понятиях? Опа, нормально. Сатва – это как раз то состояние, к которому ведет йога. Состояние внутренней гармонии, состояние какого-то блаженства и состояние внутренней тишины, когда мы становимся осознанными. Йога – ничто иное, как практика, направленная на осознание нашего тела, осознание того, что мы делаем, ну и, конечно же, на осознание того, что с нами происходит. И в этом и идее йоги. Патанджали был такой йог, наверное, мыслитель, автор Патанджали Йога Сутра, одного из первых текстов по йоге. И он сказал, что йога – это когда наше физическое тело соединяется с нашим сознанием. То есть такая полная осознанность того, что с нами происходит. И, в принципе, когда человек чувствует, как на него влияет практика, когда он понимает эффект всех упражнений, то он находится именно в такой состоянии внутренней гармонии. Раджас – это то, что движет нами, это то, когда мы любим чего-то достигать, когда мы раздражаемся, когда мы переживаем, когда мы куда-то стремимся, или же когда мы ведем очень активный образ жизни. Раджас свойственен каждому взрослому человеку, потому что без него вы бы не сидели здесь, я бы не стоял здесь, и не было все, что происходит вокруг нас. И тамас – это то, что санскрита можно перевести как невежество или нечистота. Но тамас – это то, что также находится в каждом из нас, то, что помогает нам не оторваться от реальности. Тамас помогает нам заботиться о нашем теле или не заботиться. И есть также пища, которая связана со всеми этими гунами. Ну, в принципе, в любой книге по йоге написано, что человек, который занимается йогой, должен находиться или стремиться к сатве, то есть к такому внутренней гармонии, очищению. Ну, и, конечно же, это то, что приводит наше тело увеличивает у нас, точнее, продолжительность жизни. Если мы объединим йогу и аюрведу, что, в принципе, и происходит, так как в Индии аюрведа не преподается отдельно от йоги, то, получается, это две науки, они направлены на улучшение качества жизни, на улучшение продолжительности жизни, ну, и, конечно же, направлены на здоровье. Следующий момент, который очень важен и как раз подводя, так сказать, к теме моего выступления, это влияние аюрведы и йоги на наш организм. Когда вы занимаетесь различными практиками, нужно понимать, что существует большое количество йог в наше время. изначально была всего лишь одна йога, хатха-йога. Через какое-то время появилось различное направление, но если мы возьмем изначальную систему йоги, в которой есть обязательно в практику входит пранаяма, и пранаяма, она очень важна, потому что она нам помогает контролировать нашу вата-дошу. Вата, она отвечает за движение, я сказал, в самом начале. И человек, который не занимается правильным дыханием, у него есть всегда проблемы с ватой-дошей, проблемы с сухостью внутри организма, проблемы с беспокойством, то есть мы очень сильно поддаемся стрессу, и, конечно же, мы периодически переживаем. Когда вы делаете пранаяму утром и вечером минут по 10-15, это помогает человеку успокоиться и расслабиться. И чем больше человек расслабляется внутренне, тем больше он достигает такой внутренней гармонии, равновесия, ну и, конечно же, здоровья. Может ли йога или йога, да, ее практика лечить различные заболевания? Интересно, я сейчас прошелся как раз здесь по выставке и очень много мест, где преподаватели йоги рассказывают, что можно лечить те или иные заболевания только с помощью йоги. Но в Индии откуда, в принципе, произошла эта культура, немножко по-другому. В иерогидических госпиталях используется йога как дополнительный инструмент для лечения различных заболеваний. Поэтому, когда вы сочетаете правильный образ жизни, и когда вы сочетаете правильный сон, и когда вы сочетаете это с травами и практикой йогы, тогда вы действительно можете достигнуть такого хорошего здоровья и улучшить работу своего организма. кто знает, то есть, кто не знает, какая у него конституция, там, вата, пита или капха? Не знаете? Отлично. Как узнать? Сейчас. Да, по внутреннему отклику сложно будет. А что, вы? Нет. Я просто хочу привести пример. Можно вас? Да, пожалуйста, сюда. Можно вас? Вот, нет, девушка, да, можно вас? И мне нужен, 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 нужен. Ну, давайте. Вы встаньте, пожалуйста, рядом, а вы встаньте с этой стороны. мы не смотрим сейчас на рост, мы просто смотрим на телосложение. Нет ничего хорошего или плохого, я просто рассказываю. То есть, в основном, люди вата конституции, они или высокие, или чуть-чуть низкие. Ну, все зависит от возраста, понятно, что ребенок он очень короткий, но, тем не менее, то есть, у людей вата конституции всегда или высокий, или низкий вес. они обычно очень худощавые, еще более худощавые, вот, то есть, им, у них всегда проблема с набором веса, то есть, что бы они не ели, у них всегда проблема с набором веса, то есть, они могут есть очень много, и другие люди могут смотреть и удивляться тому, что вы едите много, но, как у вас с весом? Ну, в смысле, когда вы едите, все нормально сохраняется? пополнять, тогда это неправильный вариант, смешно, то есть, люди вата конституции, они обычно не могут набрать вес, и они, когда всегда ко мне приходят, как раз у них проблема с тем, чтобы набрать вес, то есть, у них очень легко потерять. Дальше идет пита конституция, это средняя конституция между капхой и ватой. Я взял пример, скорее всего, в эпита, но, тем не менее, то есть, средняя конституция, это люди, которые легко сбросить, как у вас с этим? Люди, у них обычно хорошее пищеварение, я не говорю, сейчас есть болячки или нет, я говорю, в принципе, и это люди, которые любят много заниматься и так далее. Вы любите много заниматься спортом? Да, но, то есть, главное, что у каждого из нас еще смешанная конституция. И люди капхи, они обычно в теле, то есть, когда ко мне приходят такие худощавые женщины, которые только что родили, говорят, я буду кормить ребенка своего до 5 лет грудью, я говорю, это вот должно делать женщины капхи, которые там раз в 5, раза в 2 должен быть человек больше, то есть, те люди крепкие. То есть, у людей капхи всегда обычно стабильный вес, они очень легко набирают. Здесь у нас смешанная конституция, в принципе, у каждого из нас смешанная конституция, но тем не менее, чтобы вы понимали, что худощавый человек, такой средней конституции и упитанный, это вот обычно такое внешнее проявление. Спасибо большое, это для примера. Вот, как понять, какая у вас конституция? Ну, в первую очередь, есть очень много различных тестов в интернете для определения той или иной души, но они не всегда правильные, потому что есть конституция, с которой мы родились, вата, ну, то есть, это прокрити называется, а есть то, что у нас сейчас. Давайте проведем еще один маленький простой эксперимент, я научу вас, как по пульсу можно посмотреть, какая у вас конституция, чтобы вы были точно уверены. Все мы берем левую руку свою, если у вас там есть браслеты, часы, снимите, пожалуйста, с руки, я не буду снимать, я на правую покажу. Вот, у нас есть, у каждого из нас есть три пальца, пальцы противоположной руки, указательный палец будет отвечать за вату, средний палец будет отвечать за питу, и вот этот палец будет отвечать за капху, вата, пита, капха, три пальца. Итак, что мы делаем? Под большим пальцем, давайте на левой руке, под большим пальцем у нас, у каждого из нас есть такая косточка небольшая, есть? Такое выступление, это на самом деле выступление кости, каждый нашел такой небольшой бугорок, под большим пальцем на левой руке есть небольшой бугорок, у кого-то он прямо под запястьем, у кого-то он через там, у меня допустим, через сантиметр, есть? Отлично. Если вы положите три пальца после этого бугорка, таким вот образом, раз, два, три, смотрите, не вот так, не вот как-то так, вот просто так себе, можете себе на руку положить три пальца, чтобы было, можно? Смотрите, левая рука, бугорок, я кладу пальцы вот сюда, указательный палец должен быть ближе к запястью, ага, вот, указательный палец ближе к запястью, вот смотрите, вот так, вот ладонь, ладонь, большой палец, дорогие посетители, давайте вместе позаботимся о старших поколениях и всех тех, кто находится в зоне риска и в зоне сухой цветной палец. Носите масло, море, плачащие руки и соблюдайте социальные действия. Вот так сделай. Отсутствие средств защиты может повречь административную ответственность. Когда вы делаете себе, у вас должно получиться вот так, смотрите, вот все, очень просто, не нужно никаких акробатических сложных, да? Итак, спасибо. Итак, когда вы проверяете себе, значит, у вас рука лежит вот таким образом, теперь положите три пальца на поверхность кожи, не давите, да, после косточки, ноги не скрещивайте, пожалуйста, так не сидите, вот так, ну, вот, положите на поверхность кожи, закройте глаза и попробуйте почувствовать, под каким пальцем биение сильнее, самое сильное. Сделайте это несколько раз, чтобы убедиться, ну, допустим, что под указательным или под средним, или безымянным, самое сильное биение. Кому непонятно, руку поднимите. Что? попробуйте несколько раз сделать, если не получается, тогда на другой руке сделайте. Что? Сейчас мы это обсудим. Сначала надо найти самый сильный удар, не надо давить только на кожу, надо просто, ну, несколько раз поднять, отпустить пальцы и так далее. Итак, у кого под указательным пальцем самый сильный удар? Раз, два, три, четыре, воп, ага. У кого под средним пальцем самый сильный удар? Отлично. У кого под безымянным пальцем самый сильный удар? Один, сосо, один, два, три, да, то есть ваты больше, питы средние, вот. Но на самом деле, конечно же, удары бывают, то есть, бывает сильный удар под ватой, средний удар, удар там где-то в другом месте и такой самый мягкий удар под третьим. То есть, когда вы понимаете, что у вас удар под указательным пальцем, это значит, что у вас преобладает вата доши. Все просто. В данный момент. Когда у вас удар под средним пальцем, значит, что у вас преобладает пита доша в данный момент. Когда у вас удар под безымянным пальцем, у вас преобладает капха доша в данный момент. Если мы говорим про смешанные конституции, то самые сильные, это как раз, допустим, вата или пита, потом вата или капха и так далее. Это понятно? У кого-то может самый сильный быть пита, а второй по величине удара там вата и так далее. Это в данный момент. изменение может происходить постоянно, но есть более-менее такое стабильное. Но вы сейчас пошли там, позанимались интенсивной практикой, и у вас другая доша. под косточкой. А все три пальца одинаковые. В иеруведии есть понятие, что когда все три доши бьются одинаково, значит, вы самый здоровый человек. Если вы самый здоровый человек, так проанализируйте себя, то вам повезло. Вот. Но, нет, смотрите, мы просто делаем это первый раз, это нормально, если есть какие-то погрешности и ошибки. Но, тем не менее, вы просто периодически посмотрите за своим пульсом, он меняется, допустим, до практики, после практики, после того, как вы проснулись, после того, как вы поели и так далее. Это как раз изменения в дошах. Поэтому, когда вы хотите понять, вот сейчас вы пришли, допустим, на занятия, сколько вам заниматься и нужно ли вам там больше пранаямы. Помните, я говорил для людей вата доши, не нужно там больше 10-15 минут пранаямы. Нужно ли вам больше, наоборот, каких-то интенсивных упражнений. Можно смотреть как раз по своей конституции в данный момент и определять то, что вам нужно в данный момент. Таким образом, можно, ну, как бы, принципы аюрведы применять для себя. Есть ли какие-нибудь вопросы? Для того, чтобы научиться выводить из баланса доши, для этого надо сначала понять, что такое баланс. Для этого надо изучать аюрведу, но, в принципе, смотрите, я перечислил различные качества ваты, питы и капхи. Для того, чтобы, допустим, убрать сухость, нужна маслянистость. То есть, для того, чтобы убрать сухость и легкость вате доши, нужна теплая еда, маслянистая еда, промасливание, правильный сон, теплое, правильное питание. Для того, чтобы привести в порядок пита дошу, для этого нужно, очень важно, в первую очередь, найти то, через что вы можете выплескивать свои негативные эмоции, так как питы, больше всех, склонны к накоплению раздражения, какой-то внутренней злости и так далее. То есть, найти какую-то практику или найти что-то, где кто-то там бьет посуду и так далее. Кто-то ходит, стреляет по тарелкам, не по людям. А для людей капхи нужно научиться отрываться от кровати почаще, поменьше смотреть сериалов и побольше двигаться. То есть, в принципе, три основных баланса таких. Но, если вы зайдете на Ютьюбе, у меня есть очень много бесплатных видео, школа Аюрведа Бориса Рогозина, мой канал в Ютьюбе, там огромное количество видео изложено таких, как бы, для начального уровня, для более продвинутых и так далее. Еще вопросы? В Аюрведе так как Аюрведа это не просто знание о том, как покушать и как поспать, аюрведическая медицина включает в себя огромное количество различных сборов. Ну и, в принципе, все, кто когда-нибудь ездит в Аюрведу или все, кто начинает ей интересоваться, кушают как минимум чаван праш. Кто кушал когда-нибудь чаван праш? Отлично. Чаван праш, девочки пьют шатавари почему-то, мальчики пьют ашваганду. То есть, это в основном то, что происходит у нас в России. Итак, в Аюрведе очень много различных средств для лечения различных болезней. Если мы говорим просто про профилактику, то для баланса вата-доши, для того, чтобы балансировать вату в любом возрасте, есть такой сбор аюрведический, который называется ануломан. Ануломан. Есть такая пранаяма, знаете, анулома-вилома. Почему он называется? Потому что вата, она всегда движется в определенном направлении в нашем теле. И когда вата-доши сбивается, то мы принимаем ануломан, йог, чурна. Когда проблемы у людей связаны с пита-доши, то есть, это в основном много жара, много внутреннего, может быть, гнева, изжоги, проблемы с кожей, то лучше всего принимать аюрведическое средство, которое называется якрут через я. якрут это типа якрут якрут арогия чурна, так он и называется. Якрут арогия чурна. А для того, чтобы балансировать капху или большое количество слизи в организме, нужно принимать прана, йог, чурна. То есть, в принципе, три аюрведических средства, которые помогают нам балансировать доши. Но, если мы говорим о лечении, то это отдельная тема. Вопросы? Зайдите, пожалуйста, на школу аюрведы Бориса Рогозина. Там у меня есть очень интересная лекция по Маносу. То есть, это психология аюрведы. психологический такой аспект аюрведы. И там я рассказываю про доши и гуны, как они между собой соприкасаются и как их сбалансировать. Там просто видео такое больше, чем час. Вам понравится. Еще вопросы, пожалуйста. Балансировка – это когда мы, если у вас повышена доша, мы ее опускаем, когда у вас понижена. То есть, допустим, у людей вата-конституция, когда очень холодные конечности, к примеру, или очень слабое давление, мы балансируем вата-дошу, чтобы она пришла в норму, чтобы человек, ну, допустим, человек с пониженным давлением, утром ему очень сложно оторваться от кровати. Для того, чтобы как бы стимулировать себя, обычно такие люди пьют кофе с утра. То есть, в принципе, такая привычка появилась. А те люди, у которых нормальное давление, кофе пить не обязательно, потому что так все хорошо. Так вот, для того, чтобы эту вату отрегулировать, нужно делать определенные, допустим, дыхательные упражнения, пить травы, для того, чтобы вата была в норме. вот. Да. А смотрите, так как доши, они смешаны, поэтому бывает так, что у человека в дисбалансе не только одна, две или даже три доши. То есть, все зависит от того, как устроен ваш организм, как вы питаетесь, как вы живете, что вы делаете. Поэтому я, так как лекция, не могу здесь про каждого индивидуально рассказать, то есть, я рассказал в общем, как понять доши. Если же вы понимаете, что у вас симптомы дисбаланса ваты, на самом деле, в эпиде конституции, то есть два варианта. Поизучать этот вопрос более глубоко, второе, прийти на консультацию к какому-нибудь аюрведическому специалисту, для того, чтобы понять, что с вами так или не так. Смотрите, с точки зрения аюрведы, неважно, как вы питаетесь, то есть вы можете быть вегетарианцем, ну, с точки зрения аюрведы, веганство, это не совсем правильное питание, потому что, когда мы убираем какие-то продукты, которые для вегетарианства необходимы, это немножко другое. Тем не менее, можно использовать различные виды питания. Важно в том, что если вы вашим питанием можете сбалансировать свои доши, то для вас лично это хорошо. То есть не нужно делать, как делают все. Соответственно, для людей в этой конституции очень важно это теплое и маслянистое питание. Соответственно, если вы можете найти в этих направлениях, учитывая то, что в Индии все-таки 70% населения, может быть, 50-70% это вегетарианцы, поэтому нет никаких проблем. Но надо учитывать, что у нас другие немножко погодные условия. Айрведа не говорит о том, что нужно быть вегетарианцем, веганцем или сыроедом и так далее. Айрведа говорит о том, что для каждой конституции, если вы хотите быть здоровой, тогда нужно просто правильно питаться. Поэтому нет никаких проблем в различных направлениях питания. Главное понять, что это ваше. И, конечно же, для всех людей, которые практикуют вегетарианство, веганство, я всегда рекомендую хотя бы раз в году сдавать биохимию крови, для того, чтобы понимать, каких микроэлементов у вас не хватает. Потому что само по себе вегетарианство не делает человека здоровым. Это так же, как просто определенный образ жизни. Но очень часто человек занимается ЗОШем, то есть, допустим, практикует йогу, вегетарианство, правильно спит, правильно ест, но у него все равно может быть недостаток микроэлементов и витаминов. И если вы периодически делаете анализ крови, то вы можете понять, чего у вас не хватает и поддержать себя с помощью определенных добавок. Или же периодически в различные сезоны, осень и зимы мы можем принимать хороший чаван праж, который, в принципе, включает в себя большое количество витаминов и микроэлементов, тоже поддерживает здоровье. Еще вопросы? Пол? Пол вы имеете в виду мужской, женский? Да, проявление ДОШ, проявление ДОШ у мальчиков и девочек, оно происходит по-разному, да, если вы это имели в виду. Обязательно. В Аюрведе есть очень много посвященного именно женщинам. Так что, да? Как можно перевести слово Аюрведа? Веда – это знание, Аюр – знание о здоровье, наверное, то есть наука о здоровье. Спасибо. То есть здоровая долгая жизнь. Спасибо. А в Аюрведу входит все, что связано со здоровьем. то есть наука о правильном питании, не о диете, то есть в Аюрведе нету диеты, то есть это не как бы не очередная такая аюрведическая диета, просто правильное питание для индивидуальной конституции, образ жизни, который включает в себя расписание, которое мы можем соблюдать во время различных сезонов, сезонов не только погодных, но и возрастных, и другие аспекты, с помощью которых мы можем поддерживать свое здоровье или лечить какие-либо болезни, которые у нас есть. То есть это вот такие разные направления. А так, если глубинно, это в принципе когда вы приходите в поликлинику, там есть допустим ухо-горло-нос, терапевт, гастроэнтеролог и так далее, и так далее. Вот это все направления есть в Аюрведе. Ну в принципе Аюрведа это та наука, которая появилась задолго до классической медицины, которая сейчас существует. Что? Ну истоки Аюрведы как бы тексты мы получили да из Индии, но есть разные исторические факторы, показывающие что Арии, которые принесли Веды, в общем, ну это тоже такое длительное рассуждение. Давайте вместе позаботимся о старшем поколении и всех тех, кто находится в Англии, как из-за вируса COVID-19. Носите маску, моете почаще руки и закрепляйте социальную дистанцию. Отсутствие средств защиты может повлечь административную ответственность. Еще вопросы, если есть? В июрведе мы рассматриваем различные группы заболеваний, так как мы понимаем, то есть очень многие, кто практикует йогу, говорят о карме. В июрведе есть заболевания, которые у нас появляются в различный возраст. Допустим, у детей часто много слизи, а у пожилого человека сухие суставы, сухая кожа. Аюрведа работает с проблем, которые у нас могут появляться ежедневно, то есть проблемы с нервной системой, пищеварением, сердечно-сосудистой, вегетососудистой системой. И также аюрведа работает с заболеванием, которые появляются в различном возрасте. К примеру, к пожилому возрасту склонны различные проблемы с памятью, деменция, проблема с сердцем, проблема с печенью, поджелудочной и так далее. То есть как раз в зависимости от возраста, в зависимости от дождь аюрведа работает с этими заболеваниями. Также есть группа хронических заболеваний, которые допустим, диабет, ремотоидный артрит, хронические заболевания суставов или сосудов. С этим также работает аюрведа, но есть понятие как лечение, то есть избавление от проблемы, а есть понятие как поддержание человека для того, чтобы качество жизни было хорошее. Поэтому в таких направлениях работает аюрведа. из личного опыта на каком-то этапе жизни я поехал в Индию, поступил в Гуджарадский университет, он находится в Джамнагаре, проучился там 9 лет, практиковал долго в аюрведическом госпитале, после этого приехал в Россию и я несколько лет возглавлял, то есть возглавлял кафедру по аюрведе в Российском университете дружбы народов, преподавал очень много, ну и до сих пор у меня есть такая онлайн-школа образования по аюрведической медицине и я практикующий врач, то есть я принимаю постоянно людей и помогаю им вылечить свое здоровье с помощью аюрведы. Так у меня изначальное медицинское образование. Я использую для себя только аюрведу, для своих детей только аюрведу и для своих знакомых. В классической медицине я просто, когда ко мне приходят пациенты с анализами, я понимаю, что это значит, где какие-то сбои, но так как я диагностирую по пульсу, в принципе, я могу и без анализов понять, что происходит. Но тем не менее, для себя я лично не помню, когда я принимал что-то современной медицине, пожалуй, поэтому использую в основном только аюрведу. Ну просто так как я пользуюсь большим количеством аюрведических средств, препаратов, поэтому в принципе есть замена любым препаратам. и если аюрведу рекомендовать или принимать правильно, то нету побочных эффектов, то есть потом ничего не нужно будет лечить. то есть когда человека допустим бронхит и пневмония или ковид, я посылаю его в больницу. Ну да, потому что я не лечу эти вещи. Еще вопросы? Нет вопросов? Огромное спасибо всем. До свидания. Спасибо.